Всем привет! С вами на связи Наталья Катряева, опытный арбитражный управляющий, эксперт банкротства физических лиц, 250 плюс завершенных дел, работаю по всей России, успешно веду свой YouTube канал. В этом видео мне бы хотелось разобрать банкротство граждан, а именно перспективность направления банкротства граждан и заработок для юриста. Общее положение закона о банкротстве граждан регулирует процедуру глава 10 федерального закона о несостоятельности банкротства. Положение о банкротстве граждан действует с 1 октября 2015 года. Что это значит? Что добросовестные граждане вправе, а в некоторых случаях обязаны подать на свою несостоятельность и как следствие освободиться от долгов. Освободиться от тех обязательств, которые возникли до даты возбуждения дела о банкротстве, как с наступившим сроком исполнения, так и с не наступившим сроком исполнения. Что касается статистики. Наблюдаем ежегодный рост количества процедур и дел. С каждым годом количество банкротов увеличивается. Что это значит? Что институт банкротства гражданина активно развивается. Конечно, сыграла свою роль и пандемия, и самоизоляция. Многие граждане попали в сложную финансовую ситуацию, с которой они еще не один год будут разбираться. Поэтому помощь экспертного юриста, специалиста в области банкротства физического лица, сейчас как не кстати и актуален для многих граждан. Сколько можно юристу на этом заработать? Стоимость банкротства складывается из юридических услуг и обязательных платежей. Клиент оплачивает отдельно. Как правило, так. Каждый юрист определяет цены образования на свое усмотрение. По рынку стоимость варьируется 50-150 тысяч рублей в рассрочку. На моем примере стоимость юр-услуг на сегодняшний день 97 тысяч 500 рублей за одно дело. Опять же напомню, что оплата в рассрочку. Что входит в эту сумму? Помощь в сборе документов. Плюс юрист составляет заявление о банкротстве. Все сопутствующие приложения. Проверяет добросовестность клиента. Также предоставляем кандидатуру надежного финансово-управляющего, который будет проводить процедуру за депозит плюс расходы. Плюс юрист сопровождает процедуру до конечного. Вне зависимости, сколько продлится процедура, вне зависимости, какие сложности будут в деле. Посчитаем. Если заключать 4 договора в месяц на банкротство с учетом аванса 17500, это на моем примере, и рассрочки оставшейся суммы по 8000 рублей через 11 месяцев, оборот в месяц равен 390 тысяч рублей, и так ежемесячно. Интересные цифры. Я считаю, что это порядком больше, нежели типовые юридические услуги. Как, к примеру, составить иск о выселении, или судебный приказ о разводе, или если затопили соседи, иск о взыскании, и так далее. Дополнение. Многие юристы задают вопрос, а откуда у клиента деньги? Если он и так хочет подать на свою нестоятельность и банкротство, как он будет финансировать процедуру? Клиент перестает платить все свои кредиты и обязательства. За счет этого освобождаются финансы, и клиент может финансировать процедуру. К примеру, у него ежемесячная финансовая нагрузка была 30 тысяч рублей. Он прекращает платить ежемесячные платежи, и за счет этой суммы может финансировать процедуру банкротства. А долг, к примеру, у него 1 миллион 100. Соответственно, заплатив плюс-минус 150 тысяч рублей за одну процедуру, гражданин освобождается от долга в 950 тысяч рублей, а также не нужно ему платить ежемесячные платежи в размере 30 тысяч рублей. Это пример. А если клиент не платит за юридические услуги, так как мы предоставляем ему рассрочку, и так работает банкротный рынок? Как правило, у банкрота нет всей суммы в размере 100 тысяч рублей, чтобы заплатить за услуги. Если клиент не платит за юридические услуги, все условия прописаны в договоре, то договор с клиентом расторгается. Об этом клиент предупреждается. Дело по нему прекращается. Оплаченный клиентом сумма по договору, как правило, не возвращается. А если уже клиент в процедуре, то либо финансовый управляющий может подать ходатайство об освобождении и выйти из процедуры, либо прекратить производство по делу в связи с отсутствием финансирования. Тогда гражданин в течение пяти лет не сможет повторно возбудить в отношении себя дела и списать долги. Все эти нюансы обсуждаются с клиентом на консультации и при подписании договора о оказании юридических услуг. Мы сразу прочерчиваем границы с клиентом и разъясняем, что если вы не платите, мы не работаем. И денежные средства вам не возвращаются. Портрет потенциального клиента. Кто потенциальный клиент на банкротстве и списании долгов? Целевая аудитория делится на сегменты. У кого нет просрочек, но кто предвидит банкротство и предвидит финансовые проблемы. К примеру, предвидит сокращение на работе или какие-то сложности в бизнесе. У кого-то только начались просрочки или вот-вот начнутся, то есть проблема уже наступила. Равно идеальный клиент. Почему? Так как клиент ищет решение своей проблемы здесь и сейчас. Проблема уже наступила. Клиент боится. Ему нечем платить обязательства. Что ему делать, он не знает. Такой клиент готов быстро принять решение, чтобы инициировать процедуру банкротства. И это будет правильно. И освободиться от долгов. Следующий сегмент это граждане, у которых просрочки 6-12 месяцев, а то и более. С этими клиентами работать немного сложнее. Так как они уже допустили просрочки, они уже привыкли жить в этом хаосе, когда им звонят, пишут, присылают требования. И они никому не платят. Здесь лишь гражданину можно объяснить, у кого достаточно долгосрочные просрочки. Что если банкротиться и инициировать процедуру, то лучше это сделать сейчас, а лучше надо было сделать вчера. Почему? Каждые полгода возникают какие-то сложности в проведении процедуры банкротства. Суды более требовательны, кредиторы более активны, подают ходатайство о неосвобождении от долгов, активно участвуют в процедуре. Буквально полтора года назад такой активности не было. Суды проверяют анализ делок, совершенный финансовым управляющим, требуют анализ всех операций, по счетам, требуют выезда по месту регистрации, чтобы предоставить фотографии и так далее, и тому подобное. Это сейчас происходит не по всем делам. Однако, каждые полгода, еще раз повторюсь, какие-то происходят изменения, которые ухудшают положение гражданина в процедуре. Гайки с каждым полугодием, условно, закручиваются, и не в пользу гражданина. Причины финансовых проблем у граждан разные. Кто-то потерял работу, кто-то не рассчитал финансовую нагрузку, набрал обязательства на ремонт, на машину, на путешествия, на иные какие-то расходы. У кого-то из граждан прогорел бизнес, у кого-то из-за пандемии пошли проблемы в бизнесе, и так далее. Истории и ситуации тысячи. Сейчас, как никогда, граждане нуждаются в помощи высококвалифицированного банкротного юриста. Основные этапы банкротства. Консультация клиента. На консультации необходимо разобрать все обстоятельства дела клиента и определить, подходит ли клиенту процедура банкротства, есть ли какие-то сложности и нюансы. Если какие-то сложности в деле есть, существует много вариантов, как помочь клиенту, если он первоначально не подходит под процедуру банкротства. Однако это актуально не для всех обстоятельств и не для всех категорий клиентов. Если клиент подходит под процедуру банкротства, об этом нужно срезюмировать и далее клиенту предложить заключить договор по сопровождению его дела о банкротстве. После заключения договора и когда клиент внес аванс, начинать рекомендую работать после внесения клиентам аванса, необходимо собрать документы, пакет документов для возбуждения процедуры. Это пункт 3 ст. 213.4 закона о банкротстве. Либо юрист собирает по доверенности нужный пакет документов, или клиент собирает самостоятельно по списку, который подготовил для клиента юрист. После того, как пакет документов у юриста на руках, юрист оставляет заявление о банкротстве и обязательные формы заполняет и подает документы в суд, предварительно проверяя добросовестность клиента. Далее суд признает заявление гражданина обоснованным и вводит одну из процедур. Либо сразу признает гражданина несоставительным банкротом и вводит процедуру, она называется реализация имущества, по итогу которой добросовестный гражданин от долгов освобождается. Либо сначала вводит процедуру реструктуризации долгов с целью установления факта, может ли гражданин восстановить платежеспособность, может ли гражданин за 36 месяцев погасить имеющуюся задолженность с учетом своего дохода. И после чего эта процедура реструктуризации долгов прекращается и гражданин признается несостоятельным банкротом и вводится уже процедура, как я ранее сказала, реализация имущества. Также при признании заявления обоснованным суд утверждает финансово управляющего. Саморегулируемая организация из числа членов, который будет утвержден финансово управляющий, указывается в заявлении о несостоятельности банкротства гражданина. Далее начинает работать финансово управляющий, уведомляет кредиторов, делает соответствующие публикации, анализирует финансовое состояние гражданина, подготавливает отчет для кредиторов и так далее. После чего в дату судебного заседания по рассмотрению отчета финансово управляющего происходит завершение процедуры, суд выносит соответствующее определение и добросовестный гражданин от долгов освобождается от всех, в том числе и не заявленных в деле о банкротстве. Простым языком с гражданина списываются все имеющиеся долги. Срок проведения процедуры плюс-минус, ориентировочно 8-12 месяцев. А сейчас я разберу основную работу банкротного юриста. Что делает банкротный юрист? Поиск клиентов. Это может быть и ближний круг, это могут быть и бесплатные способы привлечения клиентов, как, к примеру, Авито, Яндекс.Услуги, социальные сети или платные способы привлечения клиентов, как, к примеру, таргетированная реклама, контекстная реклама, закупка лидов и так далее. После получения первых обращений, первых заявок от потенциальных клиентов, юрист банкротный консультирует этих клиентов. Опять же, с целью того, чтобы установить, подходит ли гражданину банкротство. И если гражданину банкротства подходит, банкротный юрист предлагает свои услуги и заключает договор на сопровождении дела о банкротстве. Далее, юрист собирает необходимые документы или оказывает помощь в сборе документов. Да, я это разобрала в основных этапах процедуры банкротства, однако здесь речь идет о том, что делает сам банкротный юрист, чтобы было понимание, что нужно делать банкротному юристу, так как часть работы делает финансовый управляющий. Составляет заявление о банкротстве. Далее, банкротный юрист налаживает взаимодействие с финансовым управляющим. Хочу заметить, что банкротный рынок и банкротная реальность устроены следующим образом. Юрист заблаговременно ищет финансовых управляющих, через которых он будет проводить процедуру банкротства. Потому что, если вы, как юрист, будете наобум указывать саморегулируемую организацию в заявлении по вашему клиенту, то есть риск, что никто из финансовых управляющих не согласится вести это дело. А если даже и согласится, могут возникнуть при проведении процедуры ряд сложностей, не в пользу клиента. После чего юрист сопровождает процедуру банкротства. Что туда входит? Как правило, это взаимодействие с финансовым управляющим о выдаче прожиточного минимума и иных выплат. Напомню, что все имущество гражданина с момента признания его несостоятельным банкротом составляет конкурсную массу. Конкурсной массой распоряжается финансовый управляющий. Все выплаты, в том числе и прожиточный минимум, осуществляет финансовый управляющий. Поэтому с ним необходимо будет взаимодействовать, чтобы клиент максимально комфортно получал свой прожиточный минимум на себя и иждивенцев при наличии. Также в сопровождении процедуры банкротства можно входить исключение из конкурсной массы дополнительных сумм для клиента. К примеру, на лекарства, на лечение, на аренду жилья и иные суммы. Также это может быть сохранение активов, если для клиента это очень важно и необходимо. Обоснование сделок при необходимости и если это возможно. Хочу заметить, что не при всех обстоятельствах дела можно сохранить активы или обосновать сделки. Но с рядом многих сложных обстоятельств работать можно. Также банкротный юрист при возникновении каких-либо сложностей в деле о банкротстве, как, например, если кредитор подал ходатайство о неосвобождении гражданина от долгов, соответственно, юрист отстаивает интересы и позицию клиента, чтобы суд по итогу долги с клиента списал, подготавливает соответствующий отзыв, при необходимости участвует в судебных заседаниях. Это можно, кстати, делать и онлайн. Также юрист при необходимости обжалует судебные акты и производит другие действия в целях отстаивания интересов клиента в суде до полного списания и освобождения от долгов. И чтобы процедура банкротства для гражданина прошла максимально комфортно. Это основные задачи, которые я сейчас озвучила, которые исполняет юрист и зарабатывает на этом достойные деньги. Сейчас я хочу рассказать про мой обучающий курс. Так как ко мне приходит очень много сообщений, что за курс, что входит в обучение. Для этого я и записываю видео, а также для тех, кто впервые со мной сталкивается или кто не понимает, из чего складывается работа банкротного юриста, сколько можно этом заработать, я также вам дала эту информацию. Я могу вам посодействовать, стать банкротным экспертом и зарабатывать от 77 500 рублей за одно дело. Что вы получите, пройдя мой обучающий курс? За 3-6 недель вы получите экспертность банкротства физических лиц, посмотрев мои видео уроки, а также я провожу, как правило, каждую неделю прямой эфир в зуме и отвечаю на вопросы учеников и разбираю дела потенциальных и действующих клиентов, с помощью которой, с помощью этой экспертности вы сможете зарабатывать от 77 500 рублей за одно дело. Почему стоимость от 77 500 рублей за одно дело? На самом деле, я говорила ранее, что стоимость варьируется и каждый юрист сам определяет, за какую стоимость он будет оказывать сопровождение дела о банкротстве. Однако, я не рекомендую слишком дешево продавать свои услуги. Во-первых, у клиента могут возникнуть подозрения, почему так дешево, потому что у конкурентов, как правило, стоимость выше и в среднем по рынку, с учетом одной процедуры, это плюс-минус 150 000 рублей, а у вас так дешево, что-то не так, возможно, подвох. И, в свою же очередь, обратно я скажу, что чем дешевле стоимость юридических услуг, тем проще на самом деле юристу заключить свои первые договоры. Поэтому, как вы себя чувствуете внутри, насколько будете уверены в том, что вы эксперт и сможете продать свои услуги дорого, настолько и озвучиваете стоимость своих юридических услуг. У меня сейчас, я об этом говорила на сегодняшний день это 97 500 рублей. Я знаю юристов и юрфирмы, где стоимость юридических услуг порядком выше. Итак, я разбираю только практические моменты. Никакой теории, теория вся в законе, нормы там написаны. Только практика. При каких условиях гражданин подходит под банкротство. Как сделать так, чтобы он подходил под банкротство, если он не подходит изначально по обстоятельствам. Если нужно сохранить активы, какие есть варианты. Если у гражданины сделки, как их обосновать. Если у гражданины совместно нажитое имущество, как сохранить. Если у гражданины юрлицо и так далее и тому подобное. Об этих фактах, да, действительно многие, точнее большинство, успешных банкротных юристов и арбитражных управляющих молчат. Далее вы получите окружение успешных коллег. Помощь и поддержка при старте и всегда. Я регулярно, как правило, каждую пятницу, иногда вторник, провожу прямые эфиры и отвечаю на вопросы учеников, разбираю дела. Об этом я сказала. Также у нас есть общий чат с коллегами ВКонтакте. Также вы получите арбитражных управляющих, надежных, которые готовы работать за депозит плюс расходы без дополнительных плат. Целый пул этих управляющих я вам представлю. Также представлю рекомендации по маркетингу и личному бренду. Отзывы и истории учеников можете посмотреть в моем блоге, также можете подписаться на мой блог. Я туда регулярно пишу посты и выкладываю видео. Какие темы я разбираю в курсе? В принципе, вкратце я уже об этом сказала. Пробегусь. Как брать максимальное количество дел в работу и завершить их пользу клиента? Практические критерии подходимости гражданина под банкротство, а также что делать, если банкротство не подходит? Какие долги списываются через банкротство, а какие нет? Добросовестность должника, а также в каких случаях суд от долгов может не освободить? Как должнику сохранить личное имущество и совместно нажитое? Какие сделки оспариваются, какие нет? Помощь должников в основании той или иной сделки и в сохранении сделок. Как проходят процедуры структуризации долгов? Какие тонкости и нюансы? Что нужно знать, чтобы минимизировать введение первой процедуры структуризации долгов? Также прожиточный минимум при банкротстве, как он выплачивается, каким образом и как должнику увеличить размер ежемесячных выплат? Какие нужны документы для возбуждения дела о банкротстве, а без каких можно обойтись? Список необходимых документов. Как грамотно составить заявление о банкротстве? Как привлекать клиентов бесплатно и платные способы рекомендации? Также, как за 7 дней продать свои услуги? С момента, когда клиент обратился с авансом от 17500 рублей, так работают мои специалисты и я, в том числе, когда консультировала клиентов, и стоимость юр услуг от 77500 рублей с одного дела. И другое, на самом деле, я разбираю и другие вопросы, отвечаю на многие вопросы, это основное. Также, представляю образцы необходимых документов, заявления о банкротстве, если долг менее 500 тысяч рублей или более 500 тысяч рублей, там разные основания. Обязательные формы, образец договора, чтобы юрист смог максимально себя защитить от недобросовестности клиента, в том числе, и оферты для дистанционной работы. Напомню, что я работаю по всей России и клиенты у меня по всей России. Мы заключаем договоры посредством оферта. И также, маркетинговые материалы, схема работы для клиента, последствия, портфолио и иные, которые используют специалисты в моем банкротном агентстве. Стоимость и что входит? На самом деле, стоимость я решила не озвучивать, так как стоимость варьируется. Напишите в сообщении мне или свяжитесь со мной контакты, я сейчас представлю, для уточнения актуальной стоимости. Делится обучающий курс на пакет эконом. Там только запись видеоуроков. Все основные темы нужные я разбираю. Плюс образцы документов для самостоятельной работы. Это образец заявления о банкротстве, обязательные формы, список документов, маркетинговые материалы и так далее. Плюс я представлю кандидатуру надежных арбитражных управляющих, которые будут банкротить ваших клиентов за депозит плюс расхода без дополнительных плат. Пакет стандарт, самый ходовой. Сюда входит и запись видеоуроков, основные и важные аспекты банкротства физических лиц, образцы документов, кандидатуру управляющих и дополнительно, что важно и ценно по обратной связи от учеников. Это ответы на вопросы и разбор дел клиентов на еженедельных прямых эфирах. Без лимит. Как правило, я провожу каждую неделю прямой эфир и отвечаю на вопросы. Если ученик не может присутствовать на прямом эфире, он в закрытом сообществе пишет вопросы, я их разбираю под запись. Все прямые эфиры в записи доступны к просмотру. Почему многие ученики выбирают именно этот пакет? Потому что, когда они сталкиваются в реальной ситуации, консультируют клиентов, у них возникает очень много вопросов. А что делать? Помогите клиент взял кредиты по поддельным документам. Ой, а как быть, здесь была такая-то сделка при таких-то обстоятельствах брать или не брать в работу? А что делать? Здесь какие-то сложности, как вести, как обосновать? Такие вопросы я и разбираю. Я помогаю принять решение, стоит ли клиенту брать в работу и как обосновать ту или иную сложность или проблему. И следующий пакет VIP. Туда входит все, что входит в пакет эконом стандарт, перечислять не буду. Плюс практические рекомендации по продвижению личного бренда на ютубе. Хочу заметить, что большой поток клиентов идет с ютуба. Договоры заключаются по всей России с ютуба. На самом деле в ютубе очень много тонкостей и нюансов, которые нужно знать, чтобы успешно продвигать свой личный бренд через ютуб. Именно практические рекомендации я представлю, чтобы вы самостоятельно в течение нескольких месяцев смогли уже запускать свои ролики, набирать аудиторию и получать как следствие заявки и консультации и как следствие договора. И в пакет VIP входит сотрудничество. Я могу предложить ученику, который зашел на VIP пакет сотрудничества. Я буду лично работать над качеством консультации, чтобы была максимальная конверсия из консультации в договор. И за процент от договора вы сможете консультировать моих горячих клиентов с ютуба и зарабатывать от 50 тысяч рублей в месяц, тем самым окупив и обучение и ежемесячно зарабатывая себе доход. Вы также сможете консультировать, заключать договоры и со своими клиентами. И все эти знания, которые я в вас вложу именно в личные консультации, как работать с клиентом, вы сможете использовать и на своих клиентах. Контакты. Для юристов и потенциальных учеников пишите мне в WhatsApp, Viber, страница ВКонтакте Наталья Катряева. Также рекомендую посмотреть мой ютуб-канал Наталья Катряева Банкротство физических лиц. Если вдруг вы смотрите и у вас проблемы с долгами, вы хотите списать свои обязательства через банкротство, вам нужна помощь, звонить вот по этому номеру, также писать смс или мессенджера для получения консультации по банкротству, подходит ли вам процедура, только для тех граждан, кто еще не в процедуре. Что хочу вам искренне сказать и чем поделиться. Рекомендую каждому юристу, кто хочет увеличить свой доход, кто хочет зарабатывать больше, кто хочет работать дистанционно, без привязки к офису и к месту, рассмотреть деятельность в банкротстве физических лиц. Если нужна вам будет помощь, обращайтесь. На этом по теме видео все. Пока. Пока. Продолжение следует...